Всем привет! Это Таня Матаня. Сегодня будет обзорчик и сравнение двух ирригаторов. Этот у меня сломался, служил мне долго. Это фирма Bewell. Но она не очень известна, допустим, в электронике. Но хорошо известна как медицинское оборудование, необалайзеры, тонометры. Она специализируется вот именно в этом секторе. Этот ирригатор фирмы Xiaomi. То есть, ну, более-менее для меня известная фирма. Потому что, если вы будете смотреть, выбирать ирригаторы, то окажется, что как-то их много. Но при этом известных торговых марок нет. Для меня вот это было известно, потому что у меня паровозик, необалайзер такой же фирмы. Он хорошо функционирует. И у меня обзоры, еще на детском канале я делала тогда обзоры, этого паровозика есть. Поэтому я знала, что качество хорошее. Ну, не 10, но лет 7 назад я его покупала. До сих пор эта модель, в принципе, неизменная. Ее можно купить. Но дернуло меня выбирать. Потому что есть определенные недостатки этой модели. Я сейчас расскажу. И поэтому вот я попробовала поискать. И то, что более-менее знакомо в хорошей ценовой категории с теми насадками, которые мне нужны, вот выбрала вот это. Что в результате оказалось? Какие вещи для меня были важны? Функционально это емкость для воды. Здесь вот она такая, здесь вот она такая. Функционально там моторчик стоит, насосик, который брызгает. И, в принципе, есть какие-то совсем дешманские, что вообще непонятно. Я все время с осторожностью. Я понимаю, что они, может, не платят там за торговую марку, не переплачивают. Но качество пластика. Я все-таки стараюсь, чтобы фирма была известная. Какие же были недостатки у этого? Вот входило две насадочки. Вот эта вот с красненьким, а другая с синеньким. И все. И больше я ничего не помню. Потому что у них чуть по-разному бьется струя. И я не помню, какая для чего. Просто вот уже их не меняю, эти насадки называются. Какая стоит, такая и стоит. Ребенок у меня иногда балуется, меняет насадки. Вот чего-то ему хочется. А мне, ну, совершенно не хочется. Функции свои выполняет нормально. На десну там льет, все хорошо. То есть вот в плане насадок ничего сказать не могу. Работает обыкновенно. Хорошо. Регулятор скорости, в принципе, и здесь, и здесь. И в той модели, и в этой одинаково. Что плохо? Вот эти насадки, еще одна была, но она все время у меня валялась. На полочке, в ванной. И в этой модели вот такая вот стоечка. Там четыре уже здесь насадки. И мне на самом деле, она такая узенькая и хорошая. Она у меня замечательно так встала. И места не занимает. И они не болтаются. Вот это вот. То есть прям для меня это была очень даже хорошая штука, что появилась вот для насадок вот такая вот штучка. Вот эта штука, на которую я больше всего обращала внимание, это зарядка. Зарядка здесь какая-то вот. Свой штекер. Попробую сейчас его вытащить. Вот. Вытаскивается. Ну и как бы какой-то свой штекер, и где-то его нужно было зарядить. В современном мире USB неудобно такими зарядками пользоваться. Потому что у меня было время большого перерыва. Я приехала, не могу найти зарядку. Весь дом обрыла. И там не могла им пользоваться. А только поставила импланты. Как вам? Моя улыбка. И теперь мне с имплантами нужно обязательно пользоваться ирригатором. Потому что всё равно вот эти микрощели, ни одна щётка не проходит. И нужно вот струёй выбивать. А у меня зубы дальние. И туда ещё тяжело пролазить. И зубная нить мне не поможет. У кого-то обязательно брекеты стоят, начинают ирригатором порезоваться. При этом я не могу уйти совсем от зубной пасты. Это какая-то моя психология. Мне кажется, что у меня изо рта пахнет. То есть я и пастой, и ирригатором одновременно пользуюсь. Хотя, в принципе, люди уходят от зубных паст. Считают, что им ирригатора достаточно. Но я не знаю. Мне недостаточно. У меня какая-то привычка уже выработана. Здесь как раз в этой модели, не во всех она есть. Но здесь есть зарядка. Вот она здесь располагается. Уже с USB. То есть вы любой зарядник от телефона... Ну, не любой, естественно. Там нужно смотреть, в какой модели какая будет у вас именно зарядка. Подходит ли. Но всё равно это удобнее. Нужно постоянно пользоваться. То вы с собой вместо зубной щётки начнёте вот это вот-то возить. А когда начнёте всё это возить с собой, то забыли зарядку. Отдайте, пожалуйста, знаете, вот это вот попрошайничество. То есть реально универсальность зарядки имеет значение. И когда останется там один вид зарядки... Сейчас экологи с этим борются. Количество зарядок, зарядных устройств, которые попадают на мусорку из-за того, что не универсально. То есть ты меняешь модель телефона. И с этим ты меняешь зарядку. А если бы у тебя просто так к этой не подходит, и ты её выбрасываешь. Это на самом деле становится уже глобальной проблемой мусора и засорения нашей планеты. Поворачивается на 360 градусов. Зачем они это рекламируют, я не понимаю. Мне вот взял и... Вот что для этого? То есть повернуть? Я вот не понимаю, для чего это нужно. Никогда я не кручу. Для чего вы это сделали? Ну, кому-то, наверное, это нужно. Ну, раз кому-то это нужно... Просто это несложно сделать. Физически реализовать. Поэтому давайте... Ну, то есть это какой-то как бы как маркетинг. Больше мне. У меня такое ощущение. Ну, пусть будет. Подробнее не про это, а про вот эту вот колбочку. Здесь, видите, вот так вот колбочка сделана. И когда она у меня была так, я выбирала, не придала этому значения. А обзоров мало. Поэтому я решила, думаю, надо рассказать вам, ребята, что же действительно это имеет ли это значение. Так вот. Первое, что меня удивило, я сначала же инструкцию читаю, как умная девочка. У кого-то есть, может, сомнения, я вообще не натуральная блондинка. А натурального розового вообще не бывает. Я в инструкции увидела такую штуку, что заряжать лучше вот так. Когда вы заряжаете, лучше положите вот так. Я первый раз такое вижу. Ну, какой смысл, я думала, я. А потом оказалось, что пустой вот этой ёмкости, она, из-за того, что она очень длинная, вот казалось бы, вот ты смотришь, и тебе должна быть какая-то вот эта очевидная вещь. Но ты смотришь, и она тебе кажется устойчивым. Но на самом деле, пустая, если у вас ёмкость, он очень неустойчивый. Потому что здесь пусто, основная масса здесь, и она начинает падать. Реально. И это проблема, потому что если у вас где-то на полке, стоит на верхней, и вы заряжаете, чуть задел и упал, никогда у меня вот это не падало. Это уже несколько раз падала штука. Прямо падучая-падучая. То есть я её стала класть вот так вот, плашня, когда она пустая. Либо держать здесь всегда воду. Вот так. Но не знаю, насколько это прям всё хорошо. Хорошо. И здесь, за счёт того, что вода распределена вдоль корпуса, оборудование стоит равномерно, вообще никогда вот этой падучей проблемы не было. И это прям мега важно, как оказалось. То есть, в принципе, если бы я дурью не страдала, ничего-то не выбирала, то у меня и вот этой достаточно было. Или что-то подобное. Ну, то есть я не обращала на это внимания и заостряю. Про комплекты. Здесь есть парадонтическая, которая для дёсен, ортодонтическая. Надеюсь, я правильно все суффиксы произнесла. Но суть в том, для брекетов вычищать нужна сильная струя. Для дёсен вычищать нужна слабая струя. Просто так, можно и просто так. Хотя, вот мне кажется, двух в принципе достаточно сильнее и слабее. Но здесь их три. Я поставила одну, сменять я её не собираюсь. Ну вот незачем мне. Зачем люди чистят язык струёй, я не знаю. У меня вызывает это рвотный рефлекс. И в принципе, я даже зубной щёткой не могу. Вот знаете, сейчас есть зубные щётки, есть отдельные для языка, а есть какие-то ребрышки с другой стороны у щёток. Как-то это вот маркетинг такой модный стал. Прополоскал рот, что вы там мучаетесь с этим языком, я вообще не знаю. У меня это вызывает всё неприятное ощущение. Вот это вот чистка языка. И я не знаю. Это какая-то новомодность. Поэтому для меня вот эта лопаточка, она как бы лишняя. То есть мне бы, ребятушки, одна здесь вставлена, а другая, ну вот одна мне вторая, вот эту дайте, а вот эти вот лишние мне. Ну вот это по большому счёту. Но не могу. Либо бери четыре. Знаете, те по пять рублей были очень большие. Я недавно детям показывала эту юмореску, кто помнит, называется, выдаю свой возраст. Вот про раков. Но вчера. А эти сегодня, то есть либо ты вот этой вот пользуешься, либо четыре, либо ни одной. И ещё хорошая штука, на которую я смотрела, но фирмы были какие-то неизвестные, и я что-то тормознула, не стала я в эту опускаться. Это чехольчики. То есть когда бывают чехольчики для перевозки, ну то есть не что-то приспосабливать, а по размеру, потому что я так как-то стала понимать, что а если я куда-то поеду, что мне теперь вот делать? В принципе, она компактно разбирается, то есть вот вот так вот она разбирается. То есть её вот так вот не повезёшь, вот это же вот торчит. А те, наверное, как-то вот всё это укладывается. О, видите? Это, кстати, вот называется о сборке. Но здесь есть воду... Иначе я это сделала. Здесь вот есть отверстие, через которое воду набирать. То есть вот так вот не нужно набирать, просто вот сюда выливаете, потому что, ну вот видите, какие бывают недоразумения. И опять же, вот так наклонили, вот набрали, всё у вас хорошо будет. Надеюсь, мой обзорчик был для вас полезен. И вы выберете без лишнего, не переплатите, хорошей фирмы, хорошего качества. И служить это вам будет долго. И зубки у вас будут красивые, улыбка красивые, все вы красивые. Всем я желаю вам всего хорошего. Оставайтесь со мной на канале позитивных идей. И спрашивайте вопросы в комментарии. И пишите, нравятся ли вам мои обзорчики. Всем пока! Так, один режим. в такой вот сплошной режим. И вот такой вот режим щадящий. Смешно не смешно, но ни у кого в комплекте коррегатору не идёт тряпочка. на самом деле приходится всё время вытирать. Даже если я сильно наклоняюсь, и тут вот всегда мокрые, и руки у меня мокрые. И вот из-за этого не очень приятно пользоваться ирригатором. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok